Здравствуйте! В эфире телеканал ЖИЦУ. Время новостей. В студии для вас работает Айнур Мирханова, сурдоперевод обеспечивает Айгуль Стамбекова. Отойти от шаблонного стиля и перестроиться на более эффективный метод работы – одно из главных поручений главы государства на очередном заседании Государственной комиссии. Президент страны обозначил ряд необходимых мер по стабилизации ситуации в Казахстане. Уже сегодня актив Алматинской области собрался обсудить ключевые задачи, обозначенные Космежумартом Тукаевым. Руководство края уже разработало свой план действий по их реализации. Труд врачей в столь нелёгкий период неоценим. Они в буквальном смысле находятся на передовой, и им должна оказываться всесторонняя поддержка. Именно с этих слов начал заседание Государственной комиссии глава государства. Он отметил, что медицинские работники должны вовремя получить соответствующие надбавки. Как известно, первые их выплаты начались и в Алматинской области. Согласно поручению Космежумарта Тукаева, в нашем регионе их получат 1448 медиков. Республиканского бюджета общая сумма состояла 106 миллионов 796 тысяч. Они посажены уже в ФОМС. ФОМС сейчас уже садит на медорганизации. По протоколам полностью отработали и были включены все, кто был задействован. И 1023 человека получают премию, которую вы выделили, это 137 миллионов тенге. Мы вам все дали. Деньги дали, все возможности дали. У нас в области все есть для того, чтобы вы лично вдвоем за это отвечаете. Не возникает проблем в области и с единовременными выплатами по социальной поддержке населения, оставшегося без доходов. 42 500 тенге. По состоянию на 11 апреля помощь от государства получили более 96 тысяч человек. У нас на сегодняшний день 96 801 человек уже получили. Вообще назначено 101 312 человек. Казпочта мы договорились, они выходные будут работать. Аким и районов знают об этом уже вчера. Уже в очереди этого нет? Уже такого нет. В Талдыкургане вообще в Казпочте людей нет. Сахарные свекли как ключевой культуре в нынешнем году в области отводится уже более 16 тысяч гектаров. Пока из них аграриями засеяно только 200. В основном влияют на ход работ погодные условия. Недавнее резкое похолодание и снег внесли кое-какие коррективы в график земледельцев. По Аксусскому району на 400 гектаров, по Сарканскому району на 1000 гектаров еще не выбрано. Из Хильдинске на 800, Караташске 500 гектаров семена не выбраны. То есть если эти семена не будут выбраны, как бы посевную, то что поручение Авану Гавашевске, как мы выполним 16 тысяч. То есть у нас на 3000 гектаров еще семена не получили. Хотя они в складе есть, в СПК есть. В каждом районе созданы все необходимые условия для аграриев. Ежегодно закупаются новые виды сельхозтехники, открывают сервисно-заготовительные центры. А вдобавок теперь, по прямому поручению главы государства, дизельное топливо будет закупаться по сниженной цене – 165 тенге за литр. Это большая помощь для крестьян, считает Акимобласти, и потому поручил наверстать упущенное. 16 тысяч гектаров. Вот ни на один гектар. Меньше не должно быть. Всем вам технику купили, все раздали, слушаем. Если так свекле относитесь, еще раз более жестче. Пусть каждый отчитается в следующую субботу, точно так же в 10 часов будете отчитаться. Под пристальным вниманием Акимобласти остаются вопросы по дорожной карте бизнеса и ситуация по урегулированию цен на продукты первой необходимости. Кстати, для стабилизации цен из регионального бюджета было выделено 2 миллиарда тенге. Они распределены по крупным торговым сетям области. Сейчас определено еще 29 магазинов, с которыми будут заключены соглашения по снижению цен. В целом руководство края делает все. И прежде всего для населения. Потому пробелов и эксцессов в работе быть не должно, заверил Амандык Баталов. Зависит это от каждого. Начиная от обычных специалистов до Акимов. Наши вот эти блокпосты все должны работать в таком же режиме, как до этого было налажено. Нигде срыва не должно быть. Люди обеспеченные должны быть всем необходимым. Максимально ограничить движение. Максимально. То, что мы изначально приняли такие меры, имея прямо на территории области карантинную зону Алма-Ату. Вот поэтому, наверное, мы сохранили, защитили людей. Пандемия не повод для паники. Во всех 17 районах и трех городах Алма-Атинской области данный вопрос держится на особом контроле. Однако ограничения все же есть. И многие перешли на работу в удаленном доступе. Наши корреспонденты ежедневно интересуются происходящим в районах области посредством онлайн-связи. Три санитарных поста выставлены на границах Аксузского района. Есть и внутренние. Каждая единица транспорта проходит обработку. Во многом благодаря этим мерам, считают специалисты, вирус в район не пробрался. Но и к развязке ситуации по другому сценарию местные тоже готовы. Имеется 20 стационарных коек, 40 провизорных и более 300 обсерваторных. У нас по дезинфекционной работе привлечены 45 человек по району. Также производится в местах скопления людей, много людей, где также в Народном банке, Казпочта и ЦОНах. Также у нас по району три поста. Это между районами, также между селами имеется три поста. А в Инбекш-Казахском районе меры усилены. Ранее в городе Исык был зарегистрирован один случай заболевания, в связи с чем сейчас в стационарах находится 30 человек. Их первичный диагноз не подтвержден. Еще 90 граждан на домашнем карантине. Пациентка 60 лет была госпитализирована в карантинный стационар, как прибывшая из-за рубежа, выявлена при лабораторном обследовании методом ПЦР. После получения положительного результата она была изолирована в отдельный блок с инфекционного отделения. В соответствии с утвержденным протоколом проводится соответствующее лечение. На сегодня состояние пациентки удовлетворительное, жалоб и температуры нет. Все контактные лица изолированы. Сейчас на территории Алматинской области действуют ограничительные меры. Ведется контроль за передвижением транспорта и граждан. В целом население ЖИЦУ придерживается всех рекомендаций санврачей и призыва Акима области максимально беречь свое здоровье. Айнур Мирханова, телеканал ЖИЦУ при поддержке Акиматов Аксусского и Инбиш Казахского районов. Заявка одобрена. Первые выплаты из Государственного фонда социального страхования начали поступать на счета граждан, потерявших доход в период ЧП. Из более полутора миллиона обращений к казахстанцам по стране одобрено порядка 216 тысяч. В этот список вошли и жители Алматинской области. Чрезвычайное положение, связанное с коронавирусной пандемией, ударило по семейному бюджету многих казахстанцев. Временное закрытие предприятий и организаций лишило большинство граждан источников заработка. В связи с этим по поручению президента Касымжумар Татукаева начаты выплаты социальной помощи в размере одной минимальной зарплаты. По утвержденным правилам претендентами на 42,5 тысячи тенге могут быть работники субъектов малого, среднего и крупного бизнеса, плательщики СП и лица, занимающиеся частной практикой. Кроме того, в этот список вошли и индивидуальные предприниматели. Пройдя пошаговый процесс, оформила заявку на временное пособие и Наталья Войсюк. Узнала через знакомых. То есть мне прислали сообщение на WhatsApp. Вот такое вот. И вот по этому сообщению здесь есть ссылочка, куда зайти и как подать заявку. Вот сюда по ссылке зашла и подала заявку. И после того, как я вела все свои данные, приходит вот такое смс-сообщение, что ваша заявка отправлена в Акимат. Я думала, долго буду ждать. Но в течение недели уже, вот через неделю, поступили деньги на ваш пенсионный счет. Обращаться в ААО «Казпочта». Для меня это выплата – большая помощь от государства, резюмировала Наталья. Бизнес-женщина, как и у многих других предпринимателей области, приостановлен в связи с введенным в регионе ограничительным режимом безопасности. Однако бизнес-вумен не только не отчаивается, но еще и помогает своим знакомым, разъясняя правила оформления заявки на госпособие. Хочу сказать спасибо большое нашему правительству, что все-таки как-то думает о наших людях, которые оказались в данный момент в сложной ситуации. Деньги получили, поэтому людям терпение, спокойствие, все свои выплаты получат. Допустим, я в течение недели после подачи заявки уже получила деньги. К слову, для удобства клиентов в любом отделении казахстанского оператора «Казпочта» можно открыть ПП-счет многоразового пользования для получения пенсии и пособий. Для этого нужно лишь удостоверение личности. ПП-счет не подлежит аресту, на него также не возлагаются платежные поручения. А все денежные поступления выдаются клиенту в полном эквиваленте без взимания комиссии. Удобен данный счет и для получателей временного пособия на период ЧП. По словам заместителя директора АО «Казпочта», с 1 апреля социальную выплату в размере 42,5 тысяч тенге посредством ПП-счета уже получили более 110 жителей Алматинской области. С 1 апреля по сегодняшний день порядка 60 тысяч наших жителей уже получили специальные счета. Плюс к этому порядка 40 тысяч человек уже получили действующих счета, действующих, которые у нас до этого открывался счет. Мы выдаем справки бесплатно, тоже ПП-счета у кого есть. Изначально ажиотаж среди населения возник в связи с недопониманием процесса оформления пособия. В настоящее время для граждан доступно несколько способов – через сайт ЕГОВКИЗ и Телеграм-бот. Для регистрации необходимо ввести ИИН, номер карточного счета и личные данные. Обязательным условием является актуализация статуса гражданина и наличие соц. отчислений. При необходимости оплату ЕСП можно провести через мобильные приложения банков или посредством СМС. В случае одобрения заявки получателю приходит СМС-уведомление, а его данные направляются в правительство для граждан и далее в банки второго уровня для осуществления выплаты. К слову, рассмотрение заявки сокращено до трех дней. На сегодняшний день количество поступивших заявок превысило полтора миллионное значение. В Алматинской области получателями социальной помощи стали более 46 тысяч жителей региона. А с 4 апреля в областном центре начал работу городской штаб при отделе занятости социальных программ, члены которого рассматривают поступающие от населения заявки на соцспособие. В его состав вошли представители палаты предпринимателей, государственных учреждений и профсоюзов. На сегодняшний день в уполномоченный орган поступило более 18 тысяч обращений, в том числе через программу «Рынок труда» порядка 17 тысяч. Около 700 заявок от работодателей. В общей сложности почти 3,5 тысячи граждан уже получили пособие из фонда соцстрахования. Сейчас у многих телезрителей могут возникнуть вопросы именно по срокам рассмотрения. В штабе мы рассматриваем в течение одного рабочего дня. Материалы передаются. То, что касается непосредственно выплаты уже, есть немножко задержки сроков. Но это связано в связи с тем, что, во-первых, большое количество обращений по Казахстану в целом. Идет проверка всех сведений, непосредственно сверка фамилий, имена, отчеств, иинов, расчетных счетов. Иногда бывает, что человек неправильно заполнил форму, неправильно указал какие-то свои личные данные. Из-за этого бывает задержка, а так, в принципе, выплаты уже идут. Гульмира Тимиргалиева, Габит Кабдрахман, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Более полутора миллиона человек по всей стране будут обеспечены продуктово-бытовыми наборами в период чрезвычайного положения. В Алматинской области социальный пакет получат 90 тысяч граждан. Какая именно категория населения нашего региона может рассчитывать на данный вид государственной поддержки, смотрите в следующем материале. Жанар Айтбекова мать семерых детей. Как и многие, она беспокоена ситуацией в стране. Инфекция есть инфекция, поэтому я запрещаю детям выходить на улицу, делится женщина. Жанар выражает огромную благодарность государству за помощь. По ее словам, ежемесячно на всех детей в семье она получает адресную социальную помощь. Несмотря на это, в период ЧП трое ее детей школьного возраста получили денежный эквивалент продовольственного набора. Спасибо государству. Приходится на эти выделенные деньги закупиться продуктами и сидеть дома. Если честно, не ожидала, что получу дополнительные деньги на закуп продуктов питания. Продуктовые наборы по всей стране в период ЧАЭС получат более полутора миллиона человек. В Алматинской области владельцами продовольственных корзин станут свыше 94 тысяч граждан. На сегодня в целях предотвращения прямого контакта более 22 тысяч из них получили ее в денежном эквиваленте. По словам специалистов, остальным претендентам денежные средства будут перечислены на их счета после 15 апреля. Более 22 тысяч детей от 6 до 18 лет из числа семей, получающих АСП по региону, уже получили по 2 МРП вместо продуктовых корзин. Всего выплачено свыше 500 миллионов тенге. В настоящее время в приказ Минтруда и социальной защиты внесены изменения. Теперь на эту господдержку могут рассчитывать и инвалиды. Первый, второй и третий групп, а также дети-инвалиды до 16 лет и опекуны детей с особыми потребностями. Следует отметить, в условиях чрезвычайного положения, чтобы приобрести данный соцпакет, не нужно выходить из дома и обращаться в госорганы. Нет необходимости прибегать и к интернет-платформам, как и ГОФ или Телебот. Все, что требуется, это лишь состоять в той категории социально уязвимых слоев, кто имеет право на ее получение. Айнур Мирханова, Мируэрт Кайнышева, Бигзат Кажмуханов, телеканал ЖИЦУ. А мы продолжаем выпуск. 100 тысяч медицинских масок на общую сумму 8 миллионов тенге изъято на территории города Алматы Департаментом экономических расследований по Алматинской области. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование согласно законодательству Республики Казахстан. В связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса и дефицита медицинских масок, взятые средства индивидуальной защиты переданы на баланс Управления здравоохранения Алматинской области. В связи с ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса, медицинские маски в количестве 100 тысяч штук были переданы для медицинских работников Талдыкурганской городской больницы и Управления общественного здравоохранения по Алматинской области. для обеспечения как средства защиты для служащих, несущих непрерывную работу в период введенного карантина. Сегодня практически все службы экстренного реагирования задействованы на борьбе с коронавирусом. Однако не забывают они и о других своих непосредственных служебных обязанностях. Подразделения департамента ПЧС Алматинской области готовы во всеоружии встретить весенний паводковый сезон и противостоять степным и лесным пожарам, которые в этом году уже имели место. И неоднократно расскажет Антон Хатиновский. С начала текущего года на территории края ЖТСУ зарегистрировано 210 ЧС различного характера, при которых было спасено 38 человек и эвакуировано более 200 граждан. Особое беспокойство после зимы доставляет период прохождения талодождевых вод и резкая смена погодных условий. Нынешняя весна уже отметилась резкими перепадами погодного настроения. На основании прогноза РГП Казгидромет на территории Алматинской области ожидаются сильные осадки. Ветер северо-западный, порывы до 20 метров в секунду, а также ожидается подъем уровня воды на горных реках и ожидается формирование склона востока. В целях недопущения подтопления совместно с местными исполнительными органами принят целый ряд превентивных мер. До начала активной фазы паводка проведены работы по очистке рыков и каналов. На автомобильных дорогах очищено почти 4000 водопропускных сооружений, благодаря чему особых проблем не возникало. На территории Алматинской области имеется 96 гидрологических постов, на которых организовано круглосуточное дежурство из числа сотрудников Казгидромет и Казсилезащиты. Вместе с этим имеются 48 потенциальных паводкоопасных участков. В основном они находятся в предгорных районах нашей области. Для ликвидации паводков последствий создана группировка сил и средств служб гражданской защиты в количестве 3553 человек личного состава и 1969 единиц техники. В целях контроля паводка и обстановки обеспечен ежедневный информационный обмен между службами. Доставляют беспокойство и периодически возникающие весной степные и лесные пожары, виноваты в которых людская обеспеченность и пастухи, сжигающие стерню. В этом году зарегистрировано 204 различных пожаров, в числе которых 20 поджогов и 35 случаев неосторожного обращения с огнем. С 26 марта начался пожароопасный период 2020 года. Первые факты загорания травостоя были зарегистрированы еще в феврале месяце. На сегодняшний день на территории области зарегистрировано более 250 фактов загораний травостоя, на общей площади более 1000 гектар. Департамент по чрезвычайным ситуациям Малматинской области убедительно просит граждан и гостей города, а также области, соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. То есть запрещается сжигать мусор вблизи сгораемых конструкций, менее чем на 50 метрах, близ хвойных молодняков, а также на территории дачных и садовых обществ. Службы ЧС рекомендуют гражданам соблюдать все правила безопасности, а в случае их возникновения незамедлительно сообщать в единую диспетчерскую службу спасения по телефонам 112 и 101. Антон Хатиновский, телеканал ЖТСО. Еще 605 человек скончались в Испании за минувшие сутки от тяжелой формы коронавирусной инфекции. По данным Министерства здравоохранения страны, общее число умерших в Иберийском королевстве достигло таким образом 15 843. Пик смертности страна достигла 2 апреля, когда скончались более 960 человек, после чего рост ежедневного числа летальных исходов прекратился. Власти сообщили, что показатель заболеваемости за сутки уже более недели понемногу снижается, а число выздоровевших растет. Площадь перед церковью Кристо де Мединоселе в Мадриде, где обычно еще за неделю до Пасхи собираются верующие со всего света, безлюдно. Все жаждущие прикоснуться к чудодейственной, как они считают, статуе Христа не смогут провести священный обряд. Испания будет отмечать Пасху, праздник Воскресенья, оплакивая тысячу смертей от коронавирусной инфекции в условиях самого серьезного санитарного кризиса за более чем 100 лет. Все пасхальные шествия запрещены правительственным указом. Испанские церкви будут транслировать в интернете прошлогодние массовые празднования и службы, а верующие будут смотреть их, не выходя из дома. С началом карантина в России увеличилась продажа алкоголя. Как отмечается в отчете, реализация водки в магазинах крупнейших розничных сетей России за неделю с 23 по 29 марта выросли на 39 по сравнению с показателем за аналогичный период в прошлом году. Эксперты отмечают, люди вынуждены покупать спиртное в магазинах из-за закрытия кафе и ресторанов. Кроме того, на увеличение продаж могла повлиять и нехватка санитайзеров и антисептиков для рук, поскольку для дезинфекции вместо спирта люди используют водку. Такова была информационная картина сегодняшнего дня. А я с вами прощаюсь. Приятных вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok